Он был объектом, от него поступала информация. О, ради бога, ты торгуешь людьми как бейсбольными карточками! Это тебе не игра! Это игра. Именно игра. Но это не детская игра. Совсем другая игра. Серьезная и опасная. И ее проиграть нельзя. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Шпионские игры 2001 года, Spying Game, политический триллер режиссера Тони Скотта с Робертом Редфордом и Брэдом Питтом в главных ролях. Картина Шпионские игры 2001 года виртуозно закручена и умна. Именно так, как любят поклонники серьезного шпионского кино. И в то же время ее сюжет глубоко драматичен. В него вписана красивая лирическая линия. И он рискует раскрогать даже домохозяек. В основе сюжета Spying Game 2001 года тактическая война, которая ведет загнанный в угол ветеран разведки Мьюр в исполнении Роберта Редфорда со своими коллегами из ЦРУ. Один из многих плюсов фильма, как и у большинства работ Тони Скотта, Шпионские игры хочется пересматривать. Причем не раз. И во многом из-за гениальной игры Роберта Редфорда. Ветерана не только разведки, но и настоящего кино, которое мы все любим. А ты ждал встречи с цветами? Цветы-то неплохо, но я бы предпочел завтрак. Я тут нашел место. Да? Где классно готовят мигас. Мигас? Да. Мексиканский ресторан в Бейруке впечатляет. Что-то мне уже не хочется в мексиканской кухне. Будем надеяться, этот завтрак того стоит. Увидишь, тебе понравится. Надо только добраться до конца улицы. Из тебя получится отличный труп. Фильм «Шпионские игры» о актере и роли. Роберт Редфорд, Нейтан Юр, ветеран разведки, выходящий на пенсию. Брэд Питт, Том Бишоп, агент ЦРУ, подопечный Мьюра. Кэтрин Маккормак, Элизабет Хэдли, врач-волонтер, любовница Бишопа. Стивен Дилейн, Чарльз Харкер, агент ЦРУ. Ларри Бригман, Трой Фолгер, начальник отделов ЦРУ. Мариан Жан-Батист, Глэдис Дженнип, секретарша Нейтана Мьюра. Спрячь, никому не отдавай. Ты не видела, что там? У тебя что, началась паранойя в последний день? Когда Ной строил ковчег, Глэдис? До потопа. До потопа. Часть фильма «Шпионские игры» должна была сниматься в Израиле, но из обострившегося израильско-палестинского конфликта съемки были перенесены в Марокко. В конце фильма появляется надпись «В памяти Элизабет Джин Скотт». Тони Скотт посвятил фильм «Шпионские игры» своей матери, которая умерла во время съемок в 2001 году. Испытание, которое Роберт Редфорд устраивает Питу, когда просит его через пять минут оказаться на одном из балконов соседнего дома, описано в книге бывшего агента Моссада Виктора Островского. Здание, которое в «Шпионских играх» называют посольством США в Гонконге, на самом деле является главным филиалом Гонконгского национального банка. Разрушения оказались несколько сильнее, чем мы ожидали. Это было первое крупное дело ливанских ребят, и по незнанию они напичкали машину таким количеством взрывчатки, что можно было взорвать половину Бейрута. Из интервью продюсера Дугласа Вика. Это лучшее время Редфорда, потому что «Шпионские игры» являются лучшим фильмом о дружбе со времен дуэта Нью Мэн Редфорд. Небольшую роль жены героя Роберта Редфорда исполнила актриса Кимберли Пейдж в замужестве Кимберли Туфо, жена американского посла Венгрии, где частично проходили съемки фильма. «Эти парни разгребали самое вонючее дерьмо, которое даже невозможно вообразить человеку», сказал Брэд Питт после разговоров с агентами ЦРУ, проводившими на съемочной площадке фильма «Шпионские игры» консультации. Фильм «Шпионские игры». Сюжет. 1191 год. В свой последний рабочий день перед выходом на пенсию оперативник ЦРУ Нейтан Мьюр Роберт Редфорд узнает, что его агент Том Бишоп Брэд Питт арестован в Китае, официальная версия «Шпионаж». Дело может принять нежелательную огласку в связи со скорой встречи на высшем уровне между Китаем и США. У Нейтана очень мало времени, через 24 часа Бишопа могут казнить. В штаб-квартире ЦРУ собирается экстренное совещание. Мьюр допрашивает о всех деталях их взаимоотношений. Мьюр, начиная вспоминать все важные совместные операции, начиная с Вьетнама, где он и завербовал Бишопа, вплоть до последних дней. В начале 1980-х годов, во время операции в Восточной Германии, Мьюр принес жертву агента, завербованного Бишопом, и между ними произошло неприятное выяснение отношений. Мьюр объяснял неопытному Бишопу, что агенты могут стать разменной монетой в сложной игре на высшем уровне. Если нужно ими пожертвовать, то сделать это придется в любом случае. В 1985 году, во время операции в Ливане, Бишоп познакомился с Элизабет Хэдли, Кэтрин Маккорма, который предположительно выполнял в Ливане задания английской разведки. Между ними возникли чувства, о которых знал Мьюр. Он опасался, что эта связь помешает Бишопу выполнить свои обязанности, и упрятал Хэдли в китайскую тюрьму. Бишоп попытался вызвать свою возлюбленную из китайской тюрьмы и попался. Натан Мьюр применяет все свои знания, связи и деньги. Подделав подпись директора ЦРУ, он организует военную операцию под кодовым названием «Ужин вдвоем» и освобождает Бишопа и Хэдли из тюрьмы. Случайная фраза пилота о названии операции дает Бишопу понять, кто его спас от казни. Командор Ливи, сэр! Пакет получит! Какое решение? Сегодня вечером. Восполнил операцию «Ужин вдвоем» остается в силе! Подтвердите! Все верно. Ужин вдвоем в силе. Пошли, ребята! Ужин вдвоем в силе. Кто так с женой разговаривает? Неудивительно, что они расстаются с ним. О чем фильм «Шпионские игры»? Да, в общем-то, весь сюжет описан названием, ни больше, ни меньше. Вы будете приятно удивлены сочетанием боевика о шпионского кино, триллера и драмы, которые в картине сочетаются настолько умело гармонично, что оторваться невозможно. Но, несмотря на более чем почтенный возраст картины, не так уж и много людей об этом фильме слышали, а еще меньше смотрело. Искренне советую вам исправить это упущение, если вы еще не видели «Шпионские игры». Роберт Эртфорд великолепно отыгрывает свою роль агента. Прост, невзрачен, всегда сдержан и краток. Говорит емко и двусмысленно, слова не чеканит и не рубит, но получается коротко и весомо. Роль куратора спецоперации – его роль. Более того, в этой роли он встает в один ряд с легендарным Штирлицем из 17 мгновений весны 1973 года. Вы по Лондону скучаете? Переживаете, что не можете вернуться? А вас-то это как касается? О чем вы говорите? Не знаю, рассказывала ли она, но ее не очень-то ждут дома. Родители с ней не разговаривают. Брат и сестры считают ее сумасшедшей. Она фанатичка. Все, хватит. Это отвратительно. Значит, ты с ним только познакомился, да? Не надо. Оставайся со своим другом. Если сравнивать Тома Бишопа и Нейтана Мьюра, то мы получим дуэт романтика-идеалиста Брэд Питт и циника-реалиста Роберт Рэдфорд. И на этом противоречии будет строиться развитие сюжета во второй половине шпионских игр. Совершая ошибки, персонаж Питта в силу своей человечности смотрится только живее и естественнее. Но в самом деле, откуда у начинающего, пусть одаренного, агента необходим избыточный запас толстокожести и непробиваемости? Хотите совершить головокружительный шпионский вояж по маршруту Вьетнам, ГДР, Ливан, Китай, Лэнглия, США в компании с двумя крутыми агентами? Тони Скотт оставил вам для этого абсолютно все, что нужно, и даже больше. А именно, одну из лучших серьезных лента разведки в истории Голливуда, фильм «Шпионские игры», где запредельное хладнокровие и цинизм этой профессии соседствует с удивительно сильными эмоциями. Причем в одном флаконе они не только не конфликтуют, но и блестяще друг друга дополняют. В фильме «Шпионские игры» 2001 года все реально правдоподобно, никаких абсурдных переходов или невероятных допущений. Самые настоящие будни разведки, где неприятные и часто непредвиденные события быстро, оперативно и грамотно решаются очень умными расчетами людьми, ведущими «Шпионские игры».